Вот у меня там не одно высшее образование, я профессиональный военный. Вот нас учили, что я знал. Внутренняя политика, это политика, проводимая в отношении своей страны. Ну, понятно, всё, хорошо. Внешняя политика, это политика, проводимая по отношению к соседним странам и народам. Ну, тоже понятно. Всё, больше меня не учили. Теперь говорю новое словосочетание из двух слов. Глобальная политика. Эта политика, проводимая в отношении всего человечества на планете Земля. Её не может не быть. И тот человек, который не знает, не понимает методов и способов осуществления глобальной политики, более того, он не признаёт её, он становится заложником того, кто знает и понимает глобальную политику, владеет её методами. И будь ты даже главой государства, могучего и сильного, если ты не знаешь глобальной политики, не знаешь, какими методами и способами она осуществляется, ты заложник этой глобальной мафии. Поэтому и руководство СССР, и руководство США, они проводили внутреннюю и внешнюю политику. А глобальная мафия проводит и проводила глобальную политику. Поэтому СССР пал, и такая же участь приготовлена для падения Соединённых Штатов. Поэтому осуществление вот этой глобальной политики, надо её включить в круг своих понятий. И самое главное, ещё вернее, и тоже надо понять, что у некоторых есть 50- и 100-летние планы. И то, что нам кажется, вот сейчас, вот сегодня, там, а на самом деле, всё это вписано в более длительную политику. Поэтому, ну, я уж забегая вперёд, сейчас скажу так, вот представьте, вот вы Ротшильд, вы Опенгеймер или Морган, вы завоёвываете Россию. Вам нужны в России богатые конкуренты в виде Березовских, Ходорковских, Лужковых, там, Ельцинах и так далее, или не нужны? Ответ очевиден, они не нужны. Все они мальчики, которые не поняли, в какие игры, с кем они играют. Они все обречены, если не выйдут на уровень понимания глобальной политики, вот тех процессов, которые осуществляются. Да, им сейчас, вот они все крутые из себя, но посмотрите, сколько убиенных полегло на полях сражений. То есть придёт черёд и этих людей, но будет ли нам от этого простым людям легче, это большой вопрос.